Ну и еще о работе в РИО губернатора. В Хабаровске прошло очередное заседание Народного Совета. Это событие мы уже напоминали. Напомню еще раз, это детище Михаила Дегтярева. На заседании была принята программа развития Хабаровского края. Вот этот документ. Инициатор действия говорит, что она рассчитана на 5 лет. Как раз столько для отсполномочия избранного губернатора Хабаровского края. Ну, на мой взгляд, вот я полистал, это не что иное, как набор предвыборных лозунгов. В нем 7 блоков по направлениям. Жилищно-коммунальное хозяйство и комфортная городская среда. Развитие рынка труда, доступное жилье, повышение доходов граждан, развитие социальной сферы. Сюда входят здравоохранение, образование, культура и спорт. Далее, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. А также экология, да, вот, и сельское хозяйство. Так, об этом, давайте послушаем, что об этом документе говорит сам Михаил Дегтярев. Реальный план действий на ближайшие годы – это как раз и есть программа развития Хабаровского края, которая подготовлена Народным советом. Она состоит из семи основных направлений. Развитие их позволит нам значительно повысить качество жителей, качество жизни жителей края. Перемены, которые мы планируем, должен почувствовать каждый человек. Именно благополучие простого человека является для нас главным приоритетом. Ну, так что же это все-таки такое программа развития Хабаровского края? Об этом я поговорил с членом Народного совета Дмитрием Ноженко. Дмитрий, ну, я сразу оговорюсь, что вас знаю как такого апологета, одного из апологетов идеи Народного совета. Вы очень сильно поддерживаете эту историю. Ну, тогда я, позвольте, буду вам оппонировать в этом смысле. Ну, прежде всего, вот эта программа развития, которая была презентована на последнем заседании Народного совета, она была в раздатке. Это вот что? Это фронтовая дорожная карта перезагрузки экономики и даже, наверное, экономики, социалки и даже, наверное, психологии Хабаровского края. Фронтовая дорожная карта. Хорошо. Смотрите, насколько я понимаю, здесь, поправьте, если я ошибаюсь, это, ну, вот та самая программа Народного совета, которая постепенно должна воплотиться в жизнь, там, ну, условно говоря, за пятилетку. Ну, честно говоря, вот открывая просто первую страницу, смотрю, 600 единиц медицинского оборудования приобретено в 2021 году на 1,4 миллиарда рублей. Это выдержка из федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая была принята в конце прошлого года. Листаю дальше, вот просто честно говорю. Реализация контракта на строительство серии малых ракетных кораблей на Амурском судостроительном заводе. В прошлом году министр обороны Шойгу анонсировал этот заказ. Мне не очень понятно, где здесь Народный совет. Где здесь Народный совет? А Народный совет во всем, на самом деле. То есть я исхожу из того, что Михаил Дегтярев принял решение получать обратную связь во всем. То есть в режиме работы с населением это Народный совет. Обратная связь в работе с бизнесом это коммуникации, совет по предпринимательству, деловые объединения Наш край, деловая Россия, опора России. И Народный совет, и деловые объединения, и отраслевые общественные советы. Я вижу, что сейчас глава региона стягивает всю информацию для того, чтобы не мыслить какими-то схемами, которые ему вкладывают чиновники, например, отраслевых министерств. А получать схемы, получать научную какую-то составляющую. То есть сюда приезжали представители Российской академии наук, МГУ. И еще подкреплять это уже в финальном режиме через пропущенный логический фильтр населения, бизнеса, отраслевиков. Хорошо. А как вот, не знаю, тоже население через Народный совет или еще как-то сможет контролировать выполнение вот той программы, которая была принята по итогам заседания Народного совета? Ну, я имею в виду, не получится так, что через год. Ну, вы знаете, не получилось, но мы будем стараться. А знаете, почему я это называю фронтовой картой? Потому что на фронте не всегда все получается. Самое главное, начались маневры, привезли боеприпасы, заправили топливо на танки и фронт пошел в наступление. Никогда не будет такого, что получится все. Ну, допустим, семь флагманских проектов. Первый для меня среди них остров Большой Уссурийский, Хекцир, технопарк Амур, авиалинии, дом Дальневосточника. И еще несколько, если не ошибаюсь, еще питомник Лукашева и еще один, который я забыл. То есть все эти семь проектов, я уверен, что будут реализованы. Поэтому они названы флагманскими, а в военном смысле это вот стратегические направления наступления этих танковых колонн. Продолжение следует...